Добрый день, Дмитрий. Рад присутствовать у вас в студии. Готов ответить на ваши вопросы. Как вообще настроение? Отлично. Весна чувствуется? Да. Энергии, силы? А витаминоза никакого? Нет. Весна, настроение приподнятое. Ждем лето. Лето. Олег Альбертович, смотрите, программа у нас построена следующим образом. Сейчас на экране появятся цифры от 1 до 10. За этими цифрами скрываются вопросы. Вы просто называете цифру, а я вам задаю этот вопрос. Поехали? Поехали. Давайте выбирайте любую цифру. Один. Отлично. Бюджетники стонут. Постоянные задержки заработной платы. Почему так происходит? Проблема будет иметь систематический характер в этом году? Я вам говорю абсолютную правду. На сегодняшний день никаких задержек нет. За февраль муниципальное образование получили и субвенцию в полном объеме, и дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, и дотацию на сбалансированность. Более того, ряд территорий получили опережающую дотацию за март месяц. Задержка же была? Задержка была. Это вопрос регулярный, сезонный. Январь, февраль, март, первый квартал. Всегда в бюджете есть определенные сбои по своевременному финансированию. То есть той же дотации в одной двенадцатой. Но, что я хочу сказать, всегда это сносно воспринималось. А вообще, могут быть еще задержки? Когда все в отпуск одновременно пойдут? Или в сентябре, когда все из отпуска будут? Это на уровне гаданий, прогнозов на сегодняшний день. За февраль никакой задолженности перед муниципальными образованиями не имеются. А то, что вот сейчас делаются заявления, это просто спекулятивные стенания идут. Понял. Хорошо. Давайте следующий вопрос. Второй давайте. У Хакасии большие долги. Бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом. Вашему созыву Верховного Совета удастся исправить ситуацию? Что вы для этого делаете? Все для этого делается. Я вам только что сказал. В прошлом году для привлечения федеральной помощи в бюджет было шесть обращений в разные инстанции. Председателю правительства, президенту России, в Государственную Думу. Есть результаты этих обращений? Ну, конечно, есть результаты. Это в распределении средств. В первом транше Хакасия получила. То есть во втором транше... Там первый транш был 2,2 миллиарда. Потом во втором транше немножко республике досталось, порядка 65 миллионов рублей. А в третьем транше 425, когда делили 10 миллиардов на все регионы. Поэтому работа идет, не скажу, что там на пять с плюсом, но она делается возможной. И Верховным Советом Республики Хакасия правительства ведут свою работу. Вот сейчас, например, в Москве министр финансов Игорь Афанасьевич Тугужеков находится. Ирина Вячеславовна, Юшкова, заместитель. Они сейчас как раз проговаривают и с куратором, и, в общем-то, с должностными лицами Министерства финансов России возможности привлечения федеральной помощи. А светлое будущее, оно когда-то, когда должно наступить? Или когда мы отдадим все долги государству? Ну, смотрите, светлое... И надо ли их отдавать? Вот знаете, как люди есть, там, верят в чудеса, да? То есть светлое будущее верит хорошо и правильно. Вы не верите в чудеса? Да, то есть кто-то до сих пор ждет от Моисея чудо, как бы это их право, да? То есть мы должны верить и оптимизмом себя подталкивать. А реально, да, то есть законодательство, бюджетный кодекс предписывает отдать государственный долг, неважно кем он был сделан, он, в принципе, на одном уровне. Уже третий год держится на одном уровне. И какой это уровень? Это уровень 22-23, то есть миллиарда рублей, да, было и ниже. То есть мы же сейчас показали, как бы, в законе о бюджете, что источник погашения это возможный кредит. Ну, так устроен закон, что разницу нет. Для того, чтобы покрыть дефицит, то есть это записывается в источниках, да. То есть если территория хорошо работает и на расходы собрала доходов, как налоговых, неналоговых, безвозмездное поступление привлекла, тогда можно обойтись и без кредита. Но так устроен закон, что он указывается... А нам могут простить долг? Вы имеете в виду списать? Да. Вы знаете, я бы, наверное, хотел верить в это. И это было бы хорошей поддержкой и региону, я скажу так, и даже другим субъектам России. А если бы он сейчас обнулился, вот все бы вообще классно стало? Да вы представляете, какие парашюты бы сразу срезались бы. Конечно, это же сразу можно совершенно развивать экономику, строить дороги. То есть нам сейчас мешает развивать экономику время кредитов государственных? Время кредитов, да, конечно. То есть от этого никуда не денешься. И перспективы, когда мы их вернем, тоже пока неизвестны. Ну, то есть там год, два, три, десять. А в соответствии с графиком, каждый год он отдается. Вот, рано или поздно закончится. То есть, если новые не брать, то когда отдастся? Ну, восемь-десять лет, я думаю. Давайте следующий вопрос. Третий. Из всех депутатов Верховного Совета вы, если не самый, то один из депутатов с самым большим количеством дипломов. Учитель истории, общество знания, право, юрист, экономист, магистр государственного и муниципального управления. Плюс к этому бухгалтерский учет, анализ и аудит. Зачем вам так много специальностей? Ну, вы тут... Еще что-то не перечислили? В этом вопросе, конечно, в одном дипломе, там, первый диплом базовый, учитель истории, общество знания и право. То есть, а вы так сказали, как будто это три разных высших образования. Одно. Ну, получив высшее образование, я решил, ну, как бы, освоить юриспруденцию в плане теории. Поступил на исторический факультет, заочно учился. Я всегда платил за свое образование сам. Раплату учились? Да, работал и учился. Первое образование бесплатно, а второе образование... То есть, я учился, и заочно, и оплачивал его. Вот. Ну, хотел разобраться, то есть, получить образование в юриспруденции. Затем экономика. Вот. Я на экономическом факультете закончил с красным дипломом его. По специальности финансы и кредит. Хотел теоретически, профессионально разобраться в функционировании экономики, в работе бюджета, бюджетной системы России, стран мира. То есть, в тех финансовых инструментах, в банковской системе. Как они работают, как нормы закона, как естественная экономическая жизнь функционирует. Поэтому с этой задачей учился. Затем в 2011 году я получил диплом экономиста. Это был третий вуз. И также я уже был депутатом. Занимал... У меня своя работа была профессиональная, не депутатская. То есть, это общественная работа была депутатская. Я заочно поступил в магистратуру. Закончил три года государственное муниципальное управление. Также задача ставилась разобраться в комплексе дисциплин, которые магистратура дает. Помимо этого, регулярно сам самообразовывался. С этой программой превосходно справился. Она мне бы очень помогла в понимании, как работает система властных органов в Российской Федерации. Как в других странах она работает. Будете еще учиться? Не собираетесь пока. Таких мыслей пока еще нет. То есть, того, что вы уже получили, этого достаточно для того, чтобы, например, выполнять свои профессиональные обязанности? Вопрос, если так настырно стоит, то есть, такого решения... Нет, Дмитрий, нормально. Такого решения я не принял. Ну, например, я не исключу, что возникнет мотивация какая-то и подучиться. То есть, сейчас вы учитесь на практике? Конечно, конечно. И это занимает, по сути дела, все основные силы. Ну, и плюс еще, как бы, депутатская работа, которая с гражданами происходит. Ну, вот, и плюс, ну, иногда публицистическая работа и какое-то в свободное время занимаюсь. Иногда. А что публикуете? Ну, какие-то разного рода заметки на разные темы. Я вам ссылочки дам. Понял, хорошо. Давайте следующий вопрос. Четвертый. Четвертый – это Блиц. У меня короткие вопросы. Так. Вы тоже, по возможности, на них коротко отвечаете. Вы ставили прививку от коронавируса? Нет. А почему? Ну, как-то вопрос не подошел. Ну, а будете ставить? Ну, оставлю со всеми. А, так, ну, сейчас уже можно ставить. Если не болели там и никаких противопоказаний нет. Да, нет, не болел. Ну, то есть, я без фанатизма, то есть, и за, и против. То есть, ну, как бы... Ну, вы положительно относитесь к тому, что все должны привиться? Ну, без фанатизма. То есть, и вперед бежать нету смысла. Ну, и, как бы, будет, например, коллектив прививку ставить. А у вас не было в Верховном Совете такого, что вот вам вас всех лишили? Нет, 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 не было. То есть, будет коллектив ставить, поставлю. Ваше любимое блюдо? Вы знаете, я, ну, наверное, рассольник, борщ. Супы любите? А сами готовите? Редко. Ну, умеете. Ну, готовлю. Вы будете выдвигать свою кандидатуру в Государственную Думу? Смотрю за этим процессом. Я, как бы, решения такого не принимал, ни себе не озвучивал нигде. Но внимательно смотрю, этот процесс происходит у нас в Республике. Мне кажется, кто-то неудачно вообще молчит. Кто-то более-менее правильно начинает себя позиционировать. Нет, я говорю сейчас про тех, кто уже заявился. Что Москва, она же тоже смотрит за территориями. Смотрит, что тут чихода, раскол, да. Пойдет Мажоров, Челтогмашев возьмет и в свой путь двинется в выборную кампанию. Чтобы этот раскол не допустить, сюда какого-нибудь космонавта отправят кандидатам от «Единой России». Вот. Уже какие-то разговоры идут. Я так смотрю, о, шлем показался. Космонавты имеют в виду Терешкову? Ну, это же метафорично выражается. А могут и в прямом смысле слова. То есть какую-то федеральную фигуру предложат и скажут «Единой России». Вот двигайте ее. Такой же вариант, я думаю, вероятен там из КПРов. КПРов и как бы с ЛДПР. Ладно, с ними с КПРов, с «Единой России» и с ЛДПР. Про вас-то. Ну, то есть пойдете, не пойдете, просто или пока не определился. Я вам говорю, я решение для себя... Если бы я его принял, я бы вам сказал. Ну, все, тогда коротко можно было. Надписи на заборах писали вы, ваши сторонники или противники? Да я же писал в полицию по этому поводу. А нашли этих людей? В 2013 году. А, значит, они стали активно появляться за две недели до выборов. Тотально действовали. В общем-то, сейчас известно, кто это делал. Там действовала группа, мне сказали. Их 7-8 человек. Им по 500 рублей платили. Где лучше отдыхать? В Хакасии, в России или за границей? В Хакасии я люблю очень озеро Подгорное, озеро Красное, Бейского района. Нестандартно. В основном все стараются в Ширинске озера, они тоже мне нравятся. Ну, мне нравятся именно природные ландшафты. Но больше всего я люблю отдыхать на реке Абакан. Так сложилось. Абгеймин. Это не пафос. Прямо на реке возле моста. А в Абакане. В зоне отдыха, да. А, то есть, в свободное время я стараюсь туда не с шашлыком, а с книгой. То есть, мне очень нравится, как бы, на берегу реки почитать книгу. А кроме того, в Хакасии вы еще где-нибудь отдыхали? Куда-то выезжали? Нет. Я всегда отдыхаю. Летом нахожу там пару-тройку дней. Это только Хакасия. Никуда другое место отдыхать я не выезжал. Я никогда не был за границей. А почему не хотите съездить, посмотреть? Здесь делов хватает. Как-то не пришлось. Понятно. Олег Альбертович, выбирайте следующий вопрос. Пятый вопрос. До 2018 года вы были индивидуальным предпринимателем. И среди ожидаемых сфер вашей деятельности, такие как деятельность в области права, бухгалтерских услуг и аудита, есть не совсем ожидаемые. Производство мебели, производство игры и игрушек, химчистка, услуги парикмахера и салона красоты. Вы действительно этим всем занимались? А значит, вот я вам сейчас сказал, в 2013 году, после того, как я ушел с работы на щетинке на 23, ну, надо же быть, как-то, не где-то, да, в космосе, да, то есть я открыл предпринимательскую деятельность. Когда я ее открывал, составляли, как бы, заявления, вот, ну, виды деятельности, это просто были указаны, как бы, при открытии предпринимательской деятельности. Нет, не делал, не делал. Я занимался оказанием юридических услуг. Это при составлении заявления, меня специалист порекомендовала несколько видов деятельности, укажите в раз так, просто для составления заявлений. То есть химчисткой это все было просто? Нет, химчисткой мы не занимались. А успешно занимались предпринимательской деятельностью? Да я в ней, в общем-то, не воплощался полноценно, скажем так. Просто, чтобы числился, что работал? Ну, как, я работал, я платил налоги, я находился на упрощенной системе налогообложения, когда она была 6%. Только она и сейчас 6%? Нет, она сейчас уже 4%. Ну, в России 6%. Ну, я говорю про Хакасию. Ну, это прекрасно. Я считаю, предприниматели скажут вам спасибо. Давайте следующий. Вопрос. Шестой. В политике региона вы уже довольно давно. У вас есть политические кумиры? Можете составить топ-5 политиков? Ну, в первую очередь, я всегда старался быть самим собою в жизни. Ну, то есть люди, которых вы уважаете в политике. Да, но при этом, конечно, у лучших в своем деле, конечно, стоит учиться. Пять лучших политиков, на ваш взгляд? Владимир Штыгашев. Так, Штыгашев. Безусловно. То есть маэстро балансировки политической ситуации. Потом Аман Гумирович Тулеев. Очень рачительный хозяин. И мощный региональщик. Вот именно в интересах Кемеровской области, который сумел развернуть экономику на интересы региона, работающую. Неважно, там, федеральные проекты, региональные задачи. Губернатор отличный, Россель. Вот, Лужков прекрасный был мэр. Ну, к Собянину, несмотря на вопросы, на таких деньгах сложно не состояться. Вот. Я бы сказал, Борис Ефимович Немцов, который, в общем-то, как региональщик занимался производственными проектами. И запуск вот этих газелек, это была его идея, которую смог использовать властные полномочиями для того, чтобы создать условия, запустить это производство. Среди, как бы, ну, губернаторов я бы выделил очень ярко Александра Хлопонина. Во времена его руководства Красноярским краем он сумел привлечь олигархов, бизнесменов среднего уровня, чтобы они регистрировали, размещали производство. И при нем из дотационной территории Красноярский край сумел на какое-то время стать маленьким донором. Знаете, на регионального уровня это достойная задача. Он ее красиво воплощал. Можно, скажем так, понятно, что, имея за плечами такую региональную поддержку, ну, сложно. Много было очень... Вот, например, Алексей Иванович Лебедь, я вам хочу сказать. Это тот человек, который оставил Хакасию, не имея ни рубля государственного долга, имея лишь там полмиллиарда кредиторской задолженности. Но и кредиторская задолженность на начало года это такая переходящая штука. Так, ну мы уже больше, чем пять назвали. Все, по-моему, достаточно. Какой номер? Седьмой. Вы не состоите ни в одной из фракций Верховного Совета. А каким фракциям или партиям вы симпатизируете? Можете назвать худшую и лучшую партию в Хакасии? Бок о бок всегда двигались с Ольгой Валерьяновной Ширковец. Патриот. У нас всегда и на выборах совместный штаб предвыборный был. И к решению вопросов многих подходили. У нас есть другие региональные отделения. А партии двоечники есть у нас? Плохая партия. Есть? Ну, вы как-то совсем упрощаете. Если вы хотите как бы метафоричных, юмористических суждений. Нет, нет, нет. Почему? Нет. Ну, вот вопрос, например, вот эта партия отлично работает, а эта плохо работает. Вот и все. Ну, я могу сказать, никак не работает справедливая Россия. Все. Я больше ничего не хотел сказать. Какое-то с пораженным знаменем у нас бегает единая Россия. Хотя в ней, вот объективности, вот тоже, как бы, если будете показывать очень важные моменты, мудрых и толковых людей сзади, за спиной полно. Если сказать, как бы, о других политических партиях, очень интересная ситуация в ОВДПР происходит, которая, ну, вот у нас сейчас получается. Ну, что там, лебедь, рак и щука. То есть, сложно достигается единство. Получается, хороших и плохих партий нет, а есть партии, в которых есть что-то хорошее, а есть что-то плохое. Ну, конечно. Все. Давайте следующий вопрос. Восьмой? Ну, восьмой давайте. Вы ставите себе цели в жизни. Можете рассказать о краткосрочной, среднесрочной и вот прям глобальной цели? То есть, это не обязательно политические цели. Может быть, личные. Ну, если вот ассоциируете себя только вот с общественной деятельностью, то... Ну, в первую очередь, Дмитрий, ну, наверное, быть человеком, жить в аду с собой, с окружающим миром. Это краткосрочная, среднесрочная или глобальная? Да, это, наверное, глобальная. Так. Все-таки это же не сегодня так, а завтра по-другому. А в среднесрочной? В первую очередь, наверное, перед собой, любого человека, задача быть человеком, правильно? Вот. Ну, а так, у каждого человека, вон ежедневник, там, план на день, план на месяц, ну, вернее, текущие дела справятся с текущими задачами. То есть, здесь без пафосов. Просто обычные дела. Ясно. Девятый? Угу. Расскажите о самом большом успехе и о самом большом провале в вашей депутатской карьере. Если они были... Все-таки депутат, что горсовета, что верховного совета, я же одномандатник был. Одиночка. Да. То есть, соответственно, я, как бы, источал постоянную энергию работы с конкретными локальными ситуациями, которых сотни. Ну, вот я вам просто скажу, вот, давайте лучше вот в ответ, вот послушайте, Дендрей. Представляете, сколько депутатских обращений было у меня в восьмом году направлено? Сколько? Четыреста. Это много? Вот за год. А вы, как депутат горсовета, оцените. Я в восьмом году был депутатом городского совета депутатов. Теперь, в девятом году я избрался 1 марта вместе депутатом горсовета и депутатом Верховного совета. Знаете, сколько у меня обращений было? Сколько? За год. Четыреста восемь, что ли? Ну, больше четыреста. Теперь, в десятом году, знаете, сколько обращений у меня было? Сколько? Триста девяносто. И все они по каким-то частным обращениям. Зачастую ты же пишешь, ну, по вопросам, которые, вот тогда особенно, по вопросам, которые, ну, очевидны и на поверхности. Ну, например, нарушаются требования при строительстве дороги или не вывозят мусор. То есть, вот, или, ну, например, того, что крыша протекает. Или, например, чтобы жил инспекция провела проверку, выдала приписание в интересах жителей управляющей компании. И вот такой порядок цифр сохранялся. Поэтому вот на ваш вопрос самый успех, какой, в каком году, 250-е обращение или 200-е, мне сложно выбрать. Остался последний вопрос, десятый. Как вы считаете, есть ли в Хакасской власти, не только в местной, но и в федеральной, люди, которые находятся не на своем месте? Так, вопросов нету. Тот же, возьмем главу Хакасии, да, у него работает зам Курлаев Юрий Николаевич. Ну, на своем участке, да, тот же Минтранс и Минприроды, ну, можно как-то поживее себя вести, почетче. У нас очень большая, вообще, очень большая транспортная инфраструктура. Это местные, это региональные, федеральные дороги, да, то есть они всегда должны быть в качественном состоянии. Здесь составные части обеспечить и финансирование, взаимодействие с федеральным центром. Здесь, по сути дела, ты модератор возможностей федеральных, районных, надзорных органов, да, то есть... Здесь воплощение, как бы, творчество очень большое. Если ты знаешь управленческое дело, знаешь районы, а он глава района, я считаю, что этот, ну, можно было бы поживее действовать. Курлаев не глава же района, он же заместитель. Бывший глава района. Тот же мог поживее действовать и в отношении резервов Минприроды, которая... То есть, я считаю, что вот нерешение тех вопросов, да, по акту, ну, например, Минфин проверял же, те же Лиса Хакасиева в курсе, да, то есть были акты. Да, услышал, да. Почему они не выполняются? То есть, установленные нарушения, рекомендации. Кто за это ответственен? Да, Юрий Николаевич Курлаев. Вот здесь я считаю, что, ну, ему самому порасторопней надо быть. И тот же Валентин Олегович должен это, прутик взять и подогнать его. То есть, ускорить эти исправления. Если бы они были своевременно устранены, у нас же и порядка больше было бы там. То есть, вот, это постоянно, как бы, вечная работа. То есть, не дорабатывают замы? Вот я вам привел пример. Ну, Татьяна Анатольевна Курбатова, да, то есть, вот при всей своей мягкости, да, то есть, скажем так, это тоже определенный ресурс, неправильно не вмешиваться, да, то есть, у нее были тут определенные плоды, но это одна сторона медали. Другая сторона медали должна тоже требовать порядка от Минспорта, от Минздрава, да. Те скандалы в Минздраве, ну, недостаточно, наверное, не то, что строго. Главное же, чтобы не строго было, а главное, чтобы порядок был обеспечен. А как ты его либо шепотом, либо кулаком по столу будешь бить, это же другое дело. Но выстроить работу, те осенние провалы, зимние, я считаю, что это на ее совести. То есть, и вот сейчас новый зам, я хочу пожевать, чтобы он, ну, эту ситуацию исправил. Спасибо большое, Олег Альбертович, что пришли, спасибо большое, что так много времени нам выделили, ответили на все вопросы. Удачи вам. Спасибо за пожелание удачи, вас благодарю, и тоже спасибо, что пригласили. И было очень интересно побеседовать, и как бы не мешали высказать мысли свои, как бы показать разные грани понимания, дать оценку. Все, самое главное, чтобы эти мысли потом вылились в дела на благо нашей республики. Дорогие друзья, вам большое спасибо за внимание, и увидимся в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok